Это пульсняем и продолжаем. Греческие авиавласти опровергли заявление официального Минска о том, что Афины якобы получали информацию о бомбе на борту РНР. Швейцарский МИД, в свою очередь, также выступил с аналогичным заявлением. Минску никто не сообщал о взрывчатке в салоне ирландского лоукостера. Напомним, это официальная версия режима Лукашенко, будто бы там был какой-то детонатор. Звучит скорее как повод для того, чтобы посадить самолет, ибо после принудительной посадки вот этого воздушного средства в Минске был задержан оппозиционный журналист Роман Протасевич, а также сопровождавшая его девушка. Оба сейчас находятся в СИЗО КГБ. Протасевич занимался освещением протестов, которые случились после президентских выборов в Беларуси в 2020 года, затем был вынужден покинуть страну. На прошлых выходных молодой человек направлялся из Афин в Вильнюс. В маршруте самолета значился транзитный пролет над территорией Беларуси. Посадка не была запланирована. Воздушное судно, минские диспетчеры опустили на землю под предлогом информации о якобы минировании. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Евросоюз начал вводить ограничения для пролета своих перевозчиков над территорией Беларуси. Air France не смогла выполнить рейс Париж-Москва. Самолет Белавиа, направлявшийся из Минска в Барселону, также вернулся в аэропорт вылета. Между тем, по социальным сетям ходит снимок внутреннего приказа авиакомпании Белавиа. После сложившейся ситуации она сокращает свой штат и отправляет многих сотрудников в неоплачиваемые отпуска. Большинство перелетов отменены. Литва, Латвия, Франция и Польша уже закрыли свое небо для белорусских самолетов. Швейцарский поставщик услуг электронной почты, почты Proton Technologies, объявила в четверг, что сигнал об угрозе заминирования самолета компании Reneir, на который власти Беларуси ссылаются как на причину, побудившую их принудить лайнер к посадке, был послан уже после перенаправления в Минск самолетом. То есть получается, что авиадиспетчер пилотам откровенно наврал. В документе подчеркивается, компания поддержит руководство Евросоюза в проведении расследования, только когда получит официальный запрос. Такую реакцию Лукашенко едва ли ожидал. Его администрация принялась судорожно искать отговорки. По одной из версий, самолет якобы мог быть заминирован Хамасом. Однако случилась трагикомичная история. Ближневосточная террористическая организация выступила с опровержением и, по сути, обвинила в терроризме самого Лукашенко. Последний, к слову, готовится вылететь в Сочи. Там он встретится с главным кремлевцем. На повестке дня дальнейшая процедура развития двухсторонних связей, реализация совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарных сферах, а также тематика продвижения интеграции в рамках так называемого союзного государства. Это сообщает пресс-служба Кремля. Она же уточняет, что встреча с прессой по итогам переговоров не запланирована. К разговору подключается пресс-секретарь лидера белорусского протеста Светлана Тихановская, Анна Красулина. Анна, здравствуйте. И вот первый вопрос. Что сейчас может сделать мировое сообщество для освещения событий, связанных с Романом Протасевичем, что самое главное, для освобождения Романа и девушки из СИЗО КГБ? Мировое сообщество может перейти от слов к делу, от заявлений к реальным шагам. В частности, как можно быстрее и как можно более широкий пакет санкций, номер четыре, принять и подготовить пятый. Кроме того, любая деятельность, направленная на изолирование режима, как политически, так и экономически, она приветствуется и она приносит свои результаты достаточно быстро. В том числе мы хотели бы, чтобы для тех государств, которые позволяют себе выступать в поддержку подобных действий, чтобы этим государствам тоже соответствующим образом дали понять, что мировое сообщество это не приемлет, что террористический захват самолета это абсолютно осуждаемый всеми цивилизованными странами акт, и что за такие вещи действительно будут карать и карать серьезно. Потому что это серьезный прецедент, если за такие вещи не... Это ведь результат безнаказанности. Вот это результат той безнаказанности, которой Лукашенко пользовался до этого времени. А про освобождение Романа что сейчас можно сделать? Для освобождения Романа можно сделать только одно — добиться ухода Лукашенко. И мы делаем для этого все. В частности, идет работа и внутри чиновничьего аппарата, который пока еще верен режиму. И у нас есть некоторые определенные основания полагать, что там происходит дальнейшая деградация вот этого вот, даже той несуществующей консолидации режима, той несуществующей системы, ну дальнейшая деградация и развал. Кстати говоря, сыпется инфраструктура. В стране мы уже замечаем, первые ласточки полетели, когда рушится мост, за одну неделю падает самолет из-за технических неполадок, и люди еще отравляются, потому что водная система там поставки питьевой воды очень серьезно получила повреждение Бешенковича. Это означает, что у режима реально не хватает ресурсов латать дыры. И мы видим, что действительно дальнейшее экономическое воздействие, оно приведет к тому, что режим вынужден будет уйти. Мы очень хотим, вот на чем настаиваем, ни в коем случае не должно произойти размена, например, свободы Романа Протасевича и его девушки на какие-то послабления, потому что режим рассчитывает на то, что он будет торговать политзаключенными, их жизнями и здоровьем и свободой. Мы говорим о том, что все политзаключенные должны выйти на свободу. Вот это будет сигналом для начала переговоров. А в процессе переговоров мы можем обсудить дальнейшие варианты. Короткое уточнение к этому вопросу. Пока Роману Протасевичу по совокупности статей, которые инкриминируют, грозит до 15 лет заключения. Однако, если вдруг переквалифицируют на терроризм, там уже исключительные меры наказания, смертная казнь, расстрелы. Вы думаете, этот сценарий можно исключать, либо нет? Смотрите, во-первых, исключать ничего нельзя. Когда человек находится у них в руках, дальше происходит все, что угодно, и мы уже это просто наблюдаем с вами. В частности, вчера буквально страна похоронила Витольда Ашурка. Это такой активист, я его знала лично, который 10-летний молодой мужчина, красивый, подтянутый, спортивный, здоровый, который оказался на 5 лет. На 5 лет у него всего-навсего был приговор, он оказался в колонии. Но кончилось это тем, что его получили труп родственники, причем голова замотана от макушки просто до рта. То есть там что-то произошло. То есть человека замучили в тюрьме до смерти. И вот об этом надо говорить. Вот так выглядят белорусские тюрьмы. Там даже при 5-летнем заключении люди прощаются с жизнью, то есть их убивают, их просто убивают. А если мы говорим о том, что у человека еще можно и впаять терроризм, как бы и смертную казнь, то это вообще элементарно, к сожалению. Именем Романа при жизни находят назвать улицу, на которой расположено белорусское посольство, в Бухаресте. Для режима Лукашенко такой символический шаг может восприниматься как дипломатическая пощечина, что ли, на ваш взгляд? Ну, я бы сказала, что она так и должна восприниматься. Но дело в том, что режим сейчас распоясался. И заметьте, вот то, о чем мы предупреждали. Мы говорили мировому сообществу, что права человека в Беларуси и террористические акты со стороны Лукашенко – это повод для того, чтобы задуматься всему цивилизованному миру. Это ответственность всех стран мира мировым сообществом. Потому что мы так и говорили, если его не остановить, он продолжит выходить за рамки. И видите, чем кончилось? Он захватывает самолет, который летит из одной страны, ест в другую, ставя под угрозу жизни 171 пассажира. То есть вот результат. И сейчас, насколько мы понимаем, мировое сообщество понимает, что наши заявления были не беспочвены, имели прямые под собой основания. И сейчас мы надеемся на консолидированную и решительную реакцию европейских стран и стран Северной Америки. Анна, многие обратили внимание, что на лице Романа Протасевича, я сейчас увидел записи с так называемыми признательными показаниями, есть следы пыток. Белорусское протестное движение будет акцентировать внимание на этих деталях в ходе своего взаимодействия с западными политиками и правозащитниками. Конечно. Конечно. Мы уже, во-первых, уже эксперты заявили о том, что у него сломан нос, что левая сторона лица практически черная и покрыта толстым слоем грима. И даже заметили у него на шее следы от удавки. То есть это просто уровень, как вам сказать, это такой 37-й год, вот, как вам сказать, можем просто вот реалити-шоу. Если бы это было шоу, но вот так мы живем. У нас недавно произошло, вчера или позавчера мальчик 17-летний выбросился из окна с 16-го этажа после допроса в Следственном комитете. То есть у нас происходят страшные вещи, когда дети оказываются за решеткой, когда у нас Никита Золотарев, 17-летний час, а было 16 лет, с шизофренией, он сидит, ему дали сколько там, 5,5 лет, он в колонии, его били все время, он жаловался отцу, что каждый день, сколько, несколько месяцев он находился в СИЗО, его каждый день били по голове. Ну, это вообще, это, ну, уровень вот такой, знаете, нечеловеческого просто отношения к людям. И вот это, к сожалению, поощряется. Вот теми людьми, которые этот режим выстраивали, это поощрялось. Именно такие люди отбирались на эти посты. И мы сейчас видим эти результаты. И то, о чем, конечно, кричало гражданское общество, и о чем мы говорили тоже вот с августа, когда у нас появилась возможность говорить с мировыми лидерами, оказалось действительно правдой. За это время, видите, мы выстроили хорошее отношение на мировом уровне. Действительно, мы заслужили то доверие. Вот и сейчас очень быстро мы видим, что принимаются решения, за что мы очень благодарны. Анна Красульна, пресс-секретарь Светланы Тихановской, была на прямой связи со студией. Мы обсуждали все последние события, связанные с задержанием Романа Протасевича. Анна, спасибо. Почему в кризисные времена люди выбирают парфюм с необычным запахом? Подробности в четвертой части «Пульса дня». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова